Чувство радости в то же время такой, тревоги, волнения какого-то. Вы знаете, даже вот погода сегодня такая, вся неделя была хмурая, а сегодня такое солнышко с утра. 25 сентября прихожане Собора Святой Троицы праздновали сразу несколько церковных событий. Воскресение Господне, последний день праздника Рождества Пресвятой Богородицы и столетие храма с момента его освящения. В 1916 году храм был построен и где-то осенью в свидетельстве предания начались службы. Здесь три предела. Центральный предел назван в честь Святой Троицы, правый предел в честь успения Божьей Матери и левый предел в честь святого царевича Алексея, святителя Алексея Московского. Собор Святой Троицы был построен в память о рождении наследника царевича Алексея из династии Романовых. Своё благословение на возведение храма и его наименование дал сам император Николай II. Таким образом, Щелковский собор является единственным в России храмом, посвященным страстотерпцу царевичу Алексею, построенному и освященному еще при жизни самого святого. Кроме того, храм разделил и судьбу своего покровителя. Цесаревич был расстрелян вместе со своей семьей в возрасте 13 лет. Столько же велась и молитвенная жизнь в храме до его закрытия. Это было такое время, что все храмы закрывались. Вначале здесь был театр, а потом завод по производству гранат в годы Великой Отечественной войны. Племунки здесь делались. И нижний храм, когда передали, он был полон стружек. Возрождение собора Святой Троицы началось в 1990 году. Сегодня он полностью восстановлен. Юбилейное торжественное богослужение, посвященное столетию со дня священия храма, возглавил митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. По его благословению все эти годы велись реставрационные работы. Очень рад, что мы отметили сегодня торжественно столетие этого храма-исповедника. И думаю, что в веках он будет теперь стоять. Люди будут здесь прославлять Господа. И на всех жителей Щелковского района и города призываю Божие благословения. Особенностью праздничного богослужения стало сопровождение литургии сводным детским хором Московской епархии. Впервые песнопение исполняли более 400 детей из хоровых коллективов со всего Подмосковья. Песнопение исполняет Божие благословения. Очень рада, что мы присутствуем на этом мероприятии и что мы можем прославить Бога. Очень много народа, но все очень красиво. Очень красивый храм, все очень нравится. Я не мыслил подумать даже о таком, что я могу участвовать в таком епархиальном детском хоре, такую удачу получить. Очень счастлив. Первые божественные литургии для детей начал проводить в начале этого года святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл. Благословил на это и правящих архиереев епархий. Первая репетиция сводного детского хора московской епархии состоялась 10 мая. А потом было лето, три месяца, и фактически у нас на подготовку было лишь полтора месяца. И эти дети, которые сегодня выступали, они пели в своих храмах, пели в своих соборах, в своих районах. Причем интересно, что мы поставили такую условную планку, там, не младше девяти лет. А вы сегодня могли наблюдать, что были детишки гораздо младше девяти лет. Почему? А потому что они, когда узнали, что они немножко не проходят по возрасту маленьких, они сказали, что мы все выучим. Мы выстоим все спевки, мы будем добираться в любую точку московской области на репетиции, только возьмите нас. И поэтому мы, конечно, не смогли им отказаться. По словам регента хора священника Сергия Голева, участие в службе вместе с детьми произвело на него сильное впечатление. Он был удивлен выдержкой и организованностью детей. Видно было, что под конец, конечно, устали, причем устали, видно, что физически. Вот у кого-то спина, кто-то там начал переминаться, это естественно. Но, честно говоря, по моим подсчетам, это должно было случиться гораздо раньше. То есть вот это внутреннее ощущение такой сопричастности действительно к большому делу. Сегодня в момент, когда был диалог между владыкой митрополитом и детьми, я заметил в глазах, так сказать, какое-то некое чувство умиления. Это впечатляет, безусловно, количество детей, которые сейчас поют. Я считаю, что это правильно, что нужно воспитывать детей именно в церковном душе. Это дает им известную дисциплину, это дает им тоже благородство и так дальше. Так что, во всяком случае, вера всегда облагораживает. В память о мероприятии, посвященном столетию освящения собора Святой Троицы, митрополиту Крутицкому и Коломенскому ювеналию подарили икону Воскресения Господня, священникам Щелковского благочения, награды Московской епархии. Каждый юный участник праздничного богослужения получил от владыки ювеналия молитвослов для детей, икону Страстотерпца Царевича Алексея и книгу о Троицком соборе города Щелково.